Добрый вечер, в эфире новости. В студии работает Жанна Ситхан и коротко о главном. Почему полиция не спешит с арестом и что не так с препаратами для травли насекомых? Легкая нажива. Усильчан вымогали деньги за подключение газа в Лутау. Что делать? Мы уже замерзаем. Я уже в больнице на больнице. Уже 12 дней. Как преступников помогли вывести на чистую воду социальные сети? Добрый вечер. Виновности работодателя, руководителя ИП, который выступал субподрядчиком стройки, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы. Департаментом полиции проводится досудебное расследование по статье 277 части 3 УК Республики Казахстан. То есть нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. В ходе расследования добыты доказательства причастности работодателя, руководителя индивидуального предпринимательства к смерти работников. По поручению прокуратуры города, органам следствия, в отношении руководителя индивидуального предпринимательства применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится работа по установлению всех причастных лиц к правонарушению. Полиция Астаны раскрыла некоторые подробности расследования убийства супруги Бешимбаева Салтанат Нукеновой. Так, следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и проверяют показания обслуживающего персонала и других лиц, которые могут узнать обстоятельства жуткой трагедии. Кроме этого, стало известно, что директора гастроцентра, где все и произошло, арестовали на два месяца. Его подозревают в укрывательстве преступления. Он подозревается в укрывательстве преступления по статье 432 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается и на информацию в интересах следствия не разглашается. Напомню, употрясшая всю страну гибель 30-летней женщины произошла 9 ноября. Тело Салтанат Нукеновой обнаружили в ресторане Бао около 8 вечера. Ее супруг, экс-министр нациоэкономики Куандык Бишимбаев, также находится под стражей. Сотрудники из Жизказганского филиала КАС-Трансгаз Аймак вымогали у улотауских сельчан деньги за беспрепятственное подключение газа и ускоренное получение техусловий. Маржа варьировалась в размере от 70 до 300 тысяч тенге. А те, кто отказался платить, остались в итоге без тепла в своих домах. Что делать? Мы уже замерзаем. Я уже болею на больнице. Уже 12 дней. Устали уже. Холодно. Дети болеть уже начали. Привезли его с больницы. Газ не подключен еще. Не давали разрешения. Отдельный сосуд. Мы за свой счет буквально дня три назад вывели свой счет. Жители региона неоднократно писали о проблеме в социальных сетях. В результате информации заинтересовались компетентные органы. Департамент агентства финансового мониторинга по области Улутау при координации с прокурорами, руководителя и главного специалиста филиала КАС-Трансгаз Аймака выявили над чистую воду. Зарегистрировано досудебное расследование. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения содержания под стражей. Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщать об этом в телеграм-бот АФМ Инсайдер. Анонимность гарантируется. Казахстанские эксперты не смогли выяснить название вещества против клопов, которым смертельно отравились двое детей в Актау. Об этом заявил отец погибших малышей. Жамбулат Кимилденов настаивает на проведении экспертизы в России. Мужчина возмущенный тем, что соседка, которая использовала смертельную отраву, до сих пор на свободе. По словам горожанина, женщина даже не выразила соболезнований. Они спокойно кушают, спят, гуляют со своими детьми. Чтобы доказать ее виновность, нужны результаты экспертизы. Из Астаны отрав пришла бумага с вопросительными знаками. То есть казахстанские эксперты не могут дать заключение, что это был за препарат. Выяснить могут в Москве. И мы настаиваем, чтобы им было скорее отправлены материалы. Напомню, детям Жамбулата было всего 10 месяцев и 2,5 года. В конце октября они погибли от токсического отравления после того, как соседка снизу самостоятельно потравила паразитов в своей квартире. Полицейские расследуют дело по статье 304 Уголовного кодекса. Нарушение санитарных правил, повлекшее смерть двух и более лиц. И уверяют, заключение экспертизы пока не было. Назначена экспертиза, результаты которой будут направлены в суд для избрания меры пресечения в отношении фигурантов дела. Заключение экспертизы еще не готово. Только после того, как будут результаты, встанет вопрос о санкционировании меры пресечения в отношении фигурантов дела. Напомню, если в суде докажут вину соседке, в смерти малышей ей грозит до 10 лет тюрьмы. Еще 122 казахстанца и члены их семей покинут сегодня сектор газа через Египет. Все они в списке иностранных граждан, опубликованным главным управлением погранпереходов и границ газа. Эвакуация будет происходить через КПП Рафах. Среди них 65 граждан Казахстана, остальные члены их семей, которые имеют палестинское гражданство. Вместе с нашими соотечественниками из зоны боевых действий выведут граждан Северной Македонии, Финляндии, Иордании, Великобритании, Испании, Румынии, Германии, России, Швеции, США и Дании. Всего 630 человек. Днем ранее в Министерстве иностранных дел сообщали об эвакуации первой группы казахстанцев из 44 человек. Хамас больше не является организованной военной структурой. Тель-Авив заявил, что силы Цахала взяли под полный контроль столицу анклава город Газа. Тем временем боевики готовы освободить часть заложников в обмен на кратковременные перемирия. Что происходит на Ближнем Востоке, расскажет Анара Сюмбаева. Спустя месяц с лишним противоборствующие стороны заговорили о торге. В частности, боевики Хамас заявили, что готовы освободить до 70 заложников в обмен на пятидневное перемирие. Также взамен представитель движения Абу Абайда потребовал освободить 200 палестинских детей и 75 женщин, которые, по его словам, являются заложниками израильской стороны конфликта. Мы можем в течение пятидневного перемирия освободить 50 женщин и детей, которые находятся в плену в Газе. Цифра, в конце концов, может достигнуть 70. Перемирие должно включать прекращение огня и предоставление возможности для оказания гуманитарной помощи всему сектору Газа. Но враг медлит и уклоняется от уплаты цены сделки. Но армия обороны Израиля тем временем не перестает перечислять свои победы. Вот израильские войска получили контроль над зданием парламента в городе Газа. Эти фотографии с израильскими флагами у здания Законодательного совета движения «Хамас» появились во многих местных СМИ. Более того, «Хамас» больше не является военной структурой. Как заявили в израильском Минобороне, у боевиков нет сил, способных остановить армию обороны Израиля. Напомню, уже несколько дней бои ведутся в самой Газе. Пример Неданяху ясно дал понять – им нужна полная победа. Вы все подчинены одной цели – нашей победе. Здесь нет передышек и нет половинчатости. Это не операция, это не раунд. Мы идем к полной победе. Тем временем в палестинских больницах идет борьба на выживание. Этот врач одной из клиник рассказывает, над каждым тяжелым пациентом им приходится думать, как помочь. Нет элементарных лекарств. Нет плазмы крови, тогда как переливание нужно каждому второму, учитывая осколочные травмы. Так что мы просто делаем все, что в наших силах. Осталось еще четыре операции. У нас 10-11-часовой рабочий день. Так что не уверен, что у нас получится увидеть их завтра живыми. Но мы должны завтра все повторится по новой. Накануне высказался и Джо Байден. Он заявил, что больницы в секторе Газа должны быть защищены. И надеется, что Туль-Авив повременит с бомбежками и наступлением. Но израильские танки продвигаются к воротам больницы Ашифа. За выходные там умерли 32 пациента, в том числе трое новорожденных, из-за осады больницы и отсутствия электроэнергии. Но в Израиле считают, в ней могут укрываться боевики Хамас. Я надеюсь и ожидаю, что в отношении больниц будет меньше действий. И мы будем поддерживать контакты с израильтянами. Кроме того, предпринимаются попытки воспользоваться этой паузой, чтобы разобраться с освобождением заключенных. Но больницы должны быть защищены. Число погибших за время конфликта приближается к 13 тысячам человек. Американские СМИ уверены, что Израиль и Хамас уже близки к заключению сделки по освобождению заложников. Вашингтон-Пост написала, что осталось согласовать последние детали. Анара Сюмбаева, Астана Таймс. Продолжаем выпуск. Три касационных суда по уголовным, гражданским и административным делам учредят в столице. Об этом рассказал председатель Верховного суда Асламбек Миргалеев, президенту Касымжу Марту Тукаеву. Напомню, это было поручением главы государства. Также Миргалеев предложил упразднить институт предварительного рассмотрения и применять сплошную кассацию. Кроме этого, он считает необходимым установить разумный срок рассмотрения дел, не превышающий шести месяцев, а также проводить судебный процесс с обязательным участием сторон. Касымжу Марту Тукаев, в свою очередь, обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях. Публичные слушания по строительству атомной электростанции прошли в Усть-Каменогорске. На вопросы общественников, экологов и неравнодушных горожан ответили ученые Национального ядерного центра и физики Ульбинского металлургического завода. К слову, предприятие уже более 40 лет производит топливные таблетки для реакторов АЭС. Главный вопрос, который волновал собравшихся, — безопасность. Вопрос важный очень, и в обществе неоднозначное мнение, поэтому нужно предварительно изучить и донести информацию до населения, то есть показать, какие вот гарантии безопасности эксплуатации. Восточно-казахстанцы вспомнили о трагедии в Чернобыле и Фукусиме, но эксперты заверили, на этих станциях стояли реакторы второго поколения. Казахстан же рассматривает проекты только третьего и три плюс поколения. На них вероятность аварии ничтожна. А вот что точно серьезно угрожает стране, так это энергодефицит. Уже через пять лет потребление электроэнергии возрастет на 20%. Действующие 207 электростанций смогут дать до 25 тысяч мегаватт электроэнергии, тогда как один блок АЭС обеспечит до полутора тысяч мегаватт электрической и тепловой энергии. Мы же тоже не враги себе, мы не собираемся построить атомную станцию и улететь на Луну. Мы будем жить здесь, будем работать на этой станции. Поэтому, естественно, что вопрос безопасности – это в первую очередь. Без развития энергетики нет развития экономики. В особенности мы говорим об индустриализации страны. То есть мы не должны оставаться сырьевым придатком разных других стран. Мы должны развивать свою индустрию, свою промышленность. А без нормальной энергетики это невозможно. Обмеление Иртыша и хаотичное использование трансграничной реки может стать серьезной угрозой экономики Казахстана. К такому выводу пришли отечественные ученые. По их данным, 70% наполнения водной артерии происходит именно в промышленном Восточном Казахстане. И экоактивисты, и чиновники сошлись во мнении, что решать этот вопрос нужно на межгосударственном уровне. Напомню, в своем послании народу Казахстана Касымжумар Тукаев поручил правительству в водном вопросе найти консенсус с соседями. Ирина Якунина изучила вопрос. Трансграничный Иртыш растянулся на 4000 километров. Но в ширину и глубину река уже значительно потеряла. Особенно заметно по истокам. Черный Иртыш, к примеру, можно практически перейти вброд. А береговая линия Бухтарминского водохранилища увеличилась в среднем на 50-70 метров, говорят местные экоактивисты. Обмеление сказалось и на фауне при Иртыше, констатирует биолог Борис Щербаков. По его словам, из этих мест исчезли джейраны и газели, а из сотен видов водоплавающих птиц остались, пожалуй, только утки. Согласно принятым методикам, я насчитывал по 250-300 тысяч водоплавающих птиц, подлежащие охоте, только в дельте Черного Иртыша. А где-то лет 5-7 мы выезжали, 200-300 уток во всей дельте Черного Иртыша. Пустота! Несут потери коммунальные судоходные компании. А также рыбаки. Выправление природных ресурсов региона объясняют. С 2020 года у Иртыша начался маловодный период. Плюс минувшая весна была засушливой. Вносят свою лепту в обмеление, также многочисленные каналы и искусственные накопители. А так как 70% накопления реки происходит именно в Восточном Казахстане, хозяйственная эксплуатация притоков Иртыша на особом контроле. Проводится работа совместно с инспекцией, совместно с Зайсанной Иртышской рыбной инспекцией. Мы проводим свои контрольные мероприятия. Вынесено 23 постановления по установлению водоохранных зон и водоохранных полос. На сегодняшний день 2621 километр установлены зоны водоохранной, а также 9528 километров водоохранных полос. И экоактивисты, и чиновники сходятся во мнении, проблемы трансграничных рек не решить на местном уровне. Об этом в своем послании народу Казахстана высказался Касунжомар Токаев. Президент отметил, что с учетом тенденции роста населения и экономики, к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров. А это, к слову, примерно двухмесячный водосток Иртыша. Наша страна зависит от ресурсов трансграничных водных источников. Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики. По данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями. Поэтому проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования – важнейшей задачей правительства. Заниматься стратегическим вопросом в стране будет новое ведомство – Министерство водных ресурсов и ирригации. Тем временем ученые Восточного Казахстана уже сейчас разработали компьютерную программу «Состояние Иртыша». Определены 17 контрольных точек – от границы с Китаем до границы с Российской Федерацией. Анализ проб воды покажет уровень техногенного загрязнения реки, а также периоды полноводности и причины обмеления. По этим точкам – это мы в контрольной точке отбора проб воды и также на водную биоту. Какое их соотношение, также мы будем определять в разные периоды года – это осень, весна и лето. Ученые уверены, качественный анализ и прогноз по Иртышу позволят не только рационально использовать воду, но и решить экологические проблемы трансграничной реки, которая служит источником питьевой воды для 4 миллионов казахстанцев. Ирина Якунина, Рина Джумагулов, Astana Times, Усть-Каменогорск. День борьбы с сахарным диабетом отмечают сегодня во всем мире. По статистике, этим заболеванием страдают более полумиллиарда жителей планеты. В Казахстане насчитывается около 400 тысяч диабетиков, но, по словам врачей, заболеваемость ежегодно растет. В Мездраве, уверяю, для таких пациентов созданы все меры поддержки, но общественники считают иначе. Эти мужчины – постоянные посетители кабинета здоровья. Диагноз сахарный диабет Асылхану поставили в 63 года, а Виктору – после 50 лет. Выявили случайно, во время медицинского осмотра. Но оба наших героев уверены – заболевание не приговор, а скорее новый образ жизни. Диета большую роль играет. Надо диету строго соблюдать. Жирное нельзя, мучное нельзя, жареное. Ну, в основном я вот, например, сейчас перешел в основном на каши. Ну, все диетическое, короче. Каши, творог такой нежирный, каши кушаю, все чисто на воде. Сладкое вообще не ем. Самый первый совет – это, конечно, найти хорошего врача-эндокринолога. Потому что самостоятельно принимать препараты можно усугубить просто эту болезнь. Это все. Мое такое мнение. Только к грамотному специалисту обратиться. По данным главного внештатного эндокринолога Актубе, число заболевших ежегодно увеличивается. Если в минувшем году на учете в городе состояло 17 тысяч диабетиков, то в этом году их количество увеличилось еще на 2 тысячи. Больше стало и инсулинозависимых. Только в одной поликлинике Актубе наблюдается свыше 300 таких пациентов. Сахарный диабет стали чаще выявлять и у детей. Если дети у нас в 22-м году было 184, а в этом году у нас дети 192. Фактор риска сахарного диабета. Это у нас идет, когда полные люди, когда есть ожирение. Потом наследство у нас идет. И сейчас почему идет тенденция сахарного диабета? Это потому что все сейчас кушают где? Это уже на днем они работают. Наши подростки, наши дети кушают бургеры, фастфуды, доноры. Это тоже влияет на организм, их неорганизм. В Казахстане официально зарегистрировано около 400 тысяч людей с диабетом. Для таких пациентов разработаны всесторонние меры поддержки от государства, отметили в Минздраве. Казахстан это одна из стран, которая бесплатно обеспечивает получением инсулина. Их более 10 у нас находятся в списке, в перечне амбулаторно-лекарственного обеспечения по 75-му приказу. По большой мере обеспечивают сахароснижающими препаратами. Это лица, у которых сахарный диабет второго типа. Поддержка со стороны государства оказывается, но не на должном уровне, отмечают общественники. В частности, больным диабетом не предоставляют систему непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови. А это жизненно важно. Больные вынуждены заказывать ее онлайн из других стран за баснословные деньги. Это позволяет полностью отследить все изменения, то есть как меняется уровень глюкозы в течение суток. И позволяет точнее скорректировать терапию. Большая часть расходов государства на сахарный диабет, а они достаточно большие, уходит на менеджмент осложнений сахарного диабета. Не на само заболевание, а на осложнение, которое заболевание вызывает. Но у нас, к сожалению, они не считают эффективно, положить сейчас потратить деньги здесь на профилактику. Им проще потом лечить эти осложнения. Болезнь легче предупредить, уверены специалисты. Врачи напоминают, первые признаки заболевания – постоянная жажда, сухость во рту и резкая потеря веса. Поэтому при появлении подобных симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к эндокринологу и регулярно проходить обследование. Ольга Литвина, Анара Нуртазина, Дельнас Насекенова, Нуркен Жалмухан, Астана Таймс. В свыше 400 женщин ежегодно погибают в Казахстане от рук мужей. Такие данные озвучили в ООН. При этом в Министерстве внутренних дел нашей страны рапортуют, что в этом году полицейские арестовали вдвое больше семейных дебошеров. Только за минувший месяц к ответственности привлекли 9,5 тысяч агрессоров. Рост показателей связывает с ужесточением наказания за домашнее насилие. В результате принимаемых организационных и правовых мер по итогам 10 месяцев этого года наблюдается снижение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 20%. В том числе уголовных правонарушений на 4,2%. Тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений на 12%. Проблемы бытового насилия обсудили на региональном семинаре тренинги в Истане. Эксперты считают, что число жертв домашних тиранов разы больше, чем сообщает статистика. Не все женщины идут с этой бедой в полицию или кризисные центры. Специалисты предлагают также делать акцент на развитии семейных ценностей. У казахов никогда не было в крови обижать женщин, причинять им какой-то вред. Я думаю, на сегодняшний день очень много отцов, которые не понимают смысла того, что они отцы. Они уделяют много времени материальному, думают, что должны больше заработать денег, чтобы прокормить семью. Они должны помнить, что они дома не только кормильцы, но и те, кто должен защищать семью. Закон об адвокатской деятельности планируют изменить в Казахстане. Новый документ уже рассматривают в Машелесе. Представители Республиканской коллегии адвокатов надеются, что он расширит их полномочия, поскольку действующая редакция создает специалистам немало препятствий. Дана Ермак продолжит. С 2012 года существует Республиканская коллегия адвокатов. Эта организация не только объединяет 6 тысяч специалистов, но и регулирует их деятельность, защищает интересы. И по словам председателя коллегии, за 10 лет работы возникло немало проблемных вопросов, которые мешают адвокатам работать. В УПК написано, что адвокат может знакомиться с материалами уголовного дела. Слово «знакомиться» буквально, если понимать, только «ознакомиться», но не делать копии. Но в уголовном деле могут быть сотни томов. То есть адвокат должен хоть иметь фотографическую память, чтобы запоминать данные, прочитать и все это запомнить. Но это же невозможно, ему надо дать возможность делать копии. По мировой практике адвокат представляет интересы в суде. Однако у нас в стране есть еще и юридические консультанты. Их появление привело к искажению статуса адвоката, считает Бекебаев. Также юрист с 20-летним стажем не согласен с некоторыми нормами УПК. По его словам, то, что написано в документе, на деле происходит совсем иначе. В уголовном процессуальном кодексе там написано, что адвокат может инициировать проведение экспертизы. Но это не так на самом деле. Во-первых, у адвокатов есть ограничен допуск к объектам экспертизы. А потом у адвоката ограничены возможности формулирования вопросов. Он может дать вопросы, которые необходимо поставить перед экспертом, но следователь может их снять. Очень много фактов, когда нарушается гарантия адвокатской тайны. Это когда проведется прослушка. Прослушивает тактику работы. В связи с этим члены коллегии разработали адвокатскую концепцию. По словам специалистов, это позволит решить многие наболевшие вопросы. Проблемы у адвокатов очень много. Поэтому глава государства не раз говорил о том, что нужно для построения правового государства сильная и независимая адвокатура. Мы приняли свою концепцию развития адвокатуры. И сейчас в Мажелесе рассматриваются два важных законопроекта. Первое – изменение и дополнение закона об адвокатской деятельности. Второе – изменение и дополнение в Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс. Как отметил Айден Бикибаев, главной целью всех принимаемых задач – сделать адвоката полноценным специальным субъектом. Дана Ермак, Саматур Мбаев, Астана, Таймс. Книжный центр открылся в городском филиале партии «Аманат» в Шымкенте. Организаторы намерены обеспечить читателей книгами по доступным ценам с помощью проекта «КТАП «Аманат». Также в планах развивать отечественную литературу, поддерживая современных авторов. К слову, это шестой книжный центр партии. Аналогичные точки заработали в Алматы, Астане, Жамбылской, Павлодарской областях и области ЖТСУ. Планируется открыть их во всех регионах. В настоящее время известно, что ни в одном из районных центров страны нет книжных магазинов, что, вероятно, является точным показателем уровня чтения и распространения книг, который за последние 30 лет полностью рухнул. Поэтому я очень рад такому масштабному мероприятию. Надеюсь, что это не единовременная акция, а системная поддержка литературы и духовной сферы. Такова информация к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин